Чем сильнее на России милитаристская или мобилизационная риторика, тем больше оснований полагать, что без таковой режиму уж слишком неудобно сидеть на штыках. Колются они и вообще надо бы их куда-то обращать, а чтобы публика не ныла, ее можно сбивать в плотные ряды лозунгами «Все как один, базы НАТО», «Бандеровцы» и далее по списку. Но фокус в том, что если дело доходит до такой риторики, то в таком случае она должна быть последовательной. Например, если тебе кто-то угрожает, то ты можешь призывать крепить оборону. А оборона – это защита от нападения. Если же ты собираешься на кого-то нападать, то это не оборона. И вот на РФ именно эта взаимоисключающая ситуация. С одной стороны, Путин и его шобла носятся по миру с визгом о том, что им кто-то угрожает. А с другой, их же записная шобла рассказывает следующее. Но кто куда и как ходил, пускай останется на их совести. Но в таком случае, как говорят известные теологи, или крестик с ними, или трусы одень. А то как-то непонятно получается, кто кому угрожает в данном случае и откуда такое удивление, что все вменяемые соседи РФ либо уже вошли в НАТО, либо планируют это сделать в ближайшее время. А мы прекрасно помним о том, как другой, более близкий к оружию деятель, тоже рассказывал за сколько часов с помощью одного парашютно-десантного полка он захватит Грозный и что из этого вышло. И ведь угрозы эти несутся не только в адрес Украины. Как только там начинает раздуваться милитаризм, так сразу можно заваривать кофе, брать круассан или сигару, у кого как получится, выкладывать на видное место секундомер и засекать время, за которое эта риторика дойдет до Лондона, Константинополя, Второго Рима и, соответственно, Черноморских проливов, Босфора и Дарданелл. Так было при царе-императоре, поскольку все турецкие войны никак не были связаны с освобождением братьев-славян, поскольку большая часть россиян к славянам не имеет никакого отношения. И потому называть славян братьями они могут с таким же успехом, как бурятов, например, или хантов. Самозванным императорам нужен был сакральный Константинополь, чтобы замкнуть свою богоизбранность на корнях павшей Восточной Римской империи. Как это ни странно, ровно на то же самое потянуло и Сталина. Ведь именно претензии на Черноморские проливы и Константинополь, который в конце ноября 1940 года выдвинул нарком иностранных дел Молотов, лично Гитлеру в Берлине, стали прологом нападения Рейха на Савок. Только Молотов объяснил, что Коба хочет проливы и вышел от Гитлера. Тот надиктовал текст директивы номер 21, которым был запущен в действие знаменитый план Барбаросса. Проще говоря, после того, как Сталин через Молотова заикнулся о проливах, война стала неизбежной. Но вот нынешние времена вроде бы совсем далеко ушли от империи, императоров и их навязчивой идеи показать свою историческую привязку к императорскому Константинополю. Ан нет. Там снова сели на всю ту же лошадку и теперь в полный голос рассуждают все о том же самом, святой земле Константинополя. В общем, эта скрепная шиза не выветривается со временем, а просто обретает новые формы. Так случилось и в этот раз. Выживающий из ума старик опять бредит черноморскими проливами, а услужливые халуи доносят этот бред до публики. Но чем плотнее струя золотого дождя барабанит по суровым портретам скрипоносцев, тем сильнее возникают исторические аналогии. Ведь оно как дело было. Самые первые турецкие войны еще в конце 18 века начались очень интересно. И мы как-то об этом рассказывали, но в другом ракурсе относительно долгов. Но именно тогда, когда царский престол Московии уже плотно держали немецкие фамилии, Россия впервые смогла получить кредит от голландских банкиров именно для ведения войны. Только вот деньги кончились быстрее, чем удалось добраться до заветной цели. В итоге следующие сто лет пришлось отрабатывать этот кредит и проценты по нему. А с учетом того, что отрабатывать было нечем, сдавали в аренду армию, которая воевала против Наполеона. После разгрома наполеоновской армии при Ватерлоу, где русской армии не было в принципе, поскольку она была уничтожена двумя годами раньше, Московии все же списали существенную часть долгов, но не все. Так что Нежуков открыл принцип «бабы еще нарожают». Он был запущен в оборот почти двумя веками ранее, но успешно работал и в совке. Но уже совковый поход на Константинополь был организован за счет выжимания не только денег, имущества, но и жизни у миллиона рабов. Оружие ковалось на их костях и снова все пошло прахом. Теперь Путин и его шоблу снова пучат походами и, как видим, в направлении Константинополя. А это значит, что несмотря на нефтегазовые сверхприбыли, там уже должна подымать голову нищета, как всегда бывает в этих случаях. И оказывается, что с этим там все в порядке. Не мы, а российская пресса говорит об этом. Пережив за последние 13 лет три рецессии, четыре девальвации рубля и самый продолжительный с 1990-х период падения реальных располагаемых доходов, российские граждане в массе остались практически без сбережений. На декабрь 2021 года 43% россиян имели нулевой запас денег на черный день. Казалось бы, как же так? Им не терпится кого-то спасти и кому-то наладить настоящую, правильную жизнь, а тут оказывается, что собственное население не просто нищает, а делает это нарастающими темпами. Но закон сохранения гласит о том, что если ты развязываешь войнушки одно за другой и вкидываешь на это десятки миллиардов, то очень скоро твое население не сможет даже горчицы купить, чтобы доедать последнее. Ведь согласно тому закону, если куда-то что-то прибывает, то оно откуда-то убывает. И выбывает оно все быстрее. По сравнению с 2008 годом доля населения, не имеющей возбережений, увеличилась в полтора раза или на 15% пунктов. В группу тех, у кого нет ни копейки за душой, перешли люди, в прошлом имевшие небольшие накопления, следует и запроса. Так, в 2008 году 31% россиян утверждали, что их сбережений хватит на 1-2 месяца, а еще 15% оценивали срок в 3-6 месяцев. Но за 13 лет численность этой категории граждан сжалась на 17% пунктов. Теперь о наличии запасов на 1-2 месяца говорят 18 респондентов, на 3-6 месяцев только 11%. Кто-то может сказать, что заглядывать на скорость обнищения кого-то не по феншую и будет прав, но только не в этом случае. Просто надо учитывать, что экономика РФ решительно зависит от валютной выручки, получаемой от нефтегазовой сферы экономики. А там такая конъюнктура, что сверхдоходы идут такой лавиной, что ни в истории Совка, ни в истории РФ такого никогда не было. И тем не менее обнищание набирает обороты. Можно себе только представить, что там случится, если цены на газ вернутся к привычным 60 долларам за тысячу кубов, а нефть к 20-30 долларам за баррель. Московия окажется полностью нежизнеспособной, а нищета станет повальной и не затронет те 15% населения, которые прямо или косвенно находятся у кормушки. Только вот наполнять ее в таком случае будет некому. И тогда котел разогревается до таких значений, что с паром в нем надо что-то делать. Только вот раньше было проще напасть на ничего такого, не ожидающую Грузию или Украину. Теперь именно в таком режиме номер не проходит, а давление постепенно растет. Плюс к тому становится все больше желающих посмотреть на то, что случится, если этому пару не давать выйти из котла вообще. За шесть часов говоришь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok